Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Любовь Комарова, город Таллин, Эстония. И сегодня, как я вам и обещала, мы занимаемся кнопками социальных сетей, постановкой фотографий и анимацией в наши видео-эмейлы. Строго говоря, это уже не является автоматизацией нашего бизнеса. А те ребята, кто сегодня на занятиях первый раз, либо просто не посещали мои занятия по каким-то причинам, либо совершенные новички у нас, новые партнеры, то я хочу сказать, что цикл занятий состоит из четырёх школ. И мы на этих школах говорим об автоматизации бизнеса с помощью наших инструментов. Сегодня четвёртое занятие из этого цикла, поэтому те, кто первый раз меня слышит, пожалуйста, не пугайтесь. Да, вам будет немножко, возможно, сложно, но, посмотрев несколько раз все школы, вы научитесь всему. Значит, смотрите, сегодня, как я уже сказала, всё, что мы будем делать, это уже не относится к автоматизации бизнеса. Это относится, скорее всего, к брендированию себя. То есть наша фотография, наши кнопки социальных сетей, наши какие-то примочки, выполненные с помощью наших инструментов, да, без них тоже можно жить. И если это сразу не получается, то, ну, и не бойтесь, и не паникуйте, но получится со временем. Посмотрите несколько раз, повторите несколько раз, отработайте навыки, и всё будет в порядке. Новичков призываю не пугаться. Значит, смотрите, что сегодня. Кнопки социальных сетей. В чате вы могли получить ссылочку на скачивание документа, где у меня описаны 8 кнопок социальных сетей. Вот мы и будем их устанавливать. Вот, посмотрите, вы получите такой документ. Давайте подробно его рассмотрим. Рекомендация. Прежде чем вы загрузите этот текст, этот код в нашу подпись, наш редактор подписи, да, поработайте с ним, пожалуйста, что называется, на земле. Вот, то есть в этом текстовом редакторе. Здесь проще это делать, потому что здесь я для вас выделила, что нужно заменить. И сейчас расскажу, на что нужно заменить. То есть, посмотрите, красным цветом выделены мои ссылочки на мои аккаунты в социальных сетях. Это вот первая кнопка, первый блок, описывает кнопку бесплатной видеопочты. Видите, написано, открой себе бесплатную видеопочту. И эта красная ссылка, ее нужно аккуратненько удалить от кавычек двойных до кавычек двойных и поставить сюда свою ссылочку. Точно так же дальше идет кнопка Facebook, дальше у нас идет кнопка Twitter и так далее. Вконтакте, Google+, Одноклассники, Майл.ру, YouTube. Значит, где взять свою ссылку, если кто-то еще не знает? Давайте я вам сейчас покажу, где располагается своя ссылочка. В адресной строке браузера. Вот, допустим, вы зашли в Twitter. Twitter.com через слэш ваш логин, это является вашим адресом. И так в каждой социальной сети. Вот здесь вы добываете свою ссылку. Выделяем по адресной строке браузера, копируем и переносим это в свой документ. И переносим это в свой документ. Выделили то, что я для вас пометила красным и поставили свою ссылочку. Ну, у меня она такая же получилась, потому что я свою на свою поменяла. И поставили свою ссылочку. Поработали со всеми кнопками, со всеми блоками. Посмотрите, если у вас аккаунта в какой-то социальной сети нет, тогда эту кнопку лучше убрать. Предположим, что у вас пока нет канала на YouTube. Вы вот этот вот полностью блок удаляете и вообще с ним не работаете. Дальше попрошу еще на что обратить внимание. Здесь у меня есть вот такие параметры. Высота и ширина кнопки. И здесь она описывается, у нас дается размер в пикселях. Вот здесь 32 пикселя на 32. Такая квадратненькая кнопочка получается. Если иногда возникает необходимость поставить кнопку либо большего, либо меньшего размера, тогда вот здесь это можно поменять. Пишем, допустим, мы берем 45 пикселей на 45 пикселей. Тогда кнопка будет большего размера. Я сейчас вот так и оставлю. Когда мы сейчас пойдем вставить это в подпись, вы увидите, какая разница между этими кнопками, между кнопкой, которая больше, и всеми остальными, которые имеют одинаковый размер. Все поменяли, все, что вам нужно. Теперь копируем все. Копируем весь текст. Это уже кто как привык, да? Можно мышкой, а можно клавиатурными комбинациями. Ставите курсор в любое место нашего текста и Ctrl-A. Делаете такое движение на клавиатуре. Ctrl-A. Выделить все. Весь текст у вас выделяется. Давайте пойдем теперь в создание нашего имейла. и в редактирование подписи. Ну, конечно, вы же понимаете, для того, чтобы сэкономить время, я не буду делать всю визитку с самого начала. Я уже возьму заготовку. То есть я ее сделала, отправила себе, и теперь могу взять ее из отчетов. Отчеты, видеопочта, визитка. Посмотреть. Мы помним, да, что первая колонка – это посмотреть, вторая колонка – переслать. Я еще по привычке, долгой, долговременной привычке буду вам еще тут комментировать, хотя теперь уже все понятно. Это посмотреть, это переслать. Это на английском языке я объясняла. Первая колонка сюда, вторая колонка направо, это налево. Так, берем команду переслать, и мы попадаем в редактирование нашего уже готового письма. И, конечно, мы с вами идем теперь в подпись. И посмотрите. Все вот это у меня уже стоит. Я пока удалять не буду. Кнопочки у нас описаны HTML-кодом, поэтому вот сюда мы просто поставить это не можем, ребята, посмотрите внимательно, не запомните. Мы должны перейти на вкладку HTML. Давайте запомним, чем у нас заканчивается этот блок уже поставленный, вход на школу, восклицательный знак, и перевходим во вкладочку HTML. И теперь посмотрите. Вот то, что было. Вход на школу, несколько служебных каких-то кодов, которые вам трогать не нужно. Курсор опускаем вниз, и теперь ставим все кнопки социальных сетей. Еще раз я все это проделаю. Ctrl-A, выделили все и скопировали все. И сюда вставили. Вот все кнопочки поставились. Для того, чтобы посмотреть, как получилось, выходим из вкладки HTML в визуальный редактор. Вот у нас, посмотрите, стоят кнопки в один ряд, и самое первое, там, где я меняла параметры высота, ширина, видите, насколько выше, насколько больше стала кнопочка. Если вам нужно поменять все кнопки на большие, то тогда вот как раз в этом документе вы можете и поработать с размерами этой кнопки, либо все поставить на место. Ну, еще раз повторю, работайте в документе на земле, потому что здесь хорошо все видно. Здесь видно, как блоки друг от друга отделены. Вот в нашем HTML-редакторе это уже не так видно хорошо. Видите, здесь пропало выделение красным цветом, здесь пропало выделение синим цветом. Ну, тот, кто чувствует в себе силы уже здесь работать, пожалуйста, можете работать здесь. Давайте я сейчас поменяю размеры на 32 пикселя, чтобы у нас были кнопочки одинакового размера. Хорошо. И вот такие кнопки у нас с вами здесь стоят. Давайте, чтобы это у меня не вышло за границу показа стола. Вот, видите, кнопочки все стоят. Отлично. Давайте теперь посмотрим, как мы с вами сделаем ссылку кликабельную, вход на школу. А она не просто так, вход на школу, да? Она ведет на самом деле на вход в школу. Вот так. То есть вот такую ссылочку мы зашили под текст. Вчера как раз в чате кто-то спрашивал, как сделать ссылку кликабельной. Давайте мы с вами... У меня есть урок, конечно, на эту тему, но давайте мы с вами очень внимательно разберем, как это делается. Так, закрываем вот ненужное нам. Идем в отчеты. Вот, ага, мы здесь уже. Идем снова в подпись. Так, я возьму ссылочку сейчас. Смотрите, для того, чтобы нам ссылку вот такую длинную зашить, например, на визитке под какую-то подпись, под какой-то текст, мы берем эту ссылку в оригинале, выделяем в адресной строке, копируем и идем редактировать. Идем в подпись. Идем в подпись. И вот теперь посмотрите. Сейчас я быстренько разлинкую. Просто текст. Он просто текст. Что нам нужно сделать? Мы выделяем этот текст, под который мы будем прятать ссылку. И здесь такой знак. Insert link. Вставить link. Link, ссылка, гиперссылка. Это примерно одно и то же. И когда мы называем это разными именами, то здесь как раз таки имеется в виду одно и то же явление. Давайте мы и вставим сюда эту ссылочку, этот линк. Клик на эту команду. У нас такое окошечко диалоговое появляется. И мы вставляем ту длинную ссылку из адресной строки, которую мы принесли с собой. Окей. Теперь посмотрите. Наш текст «Вход на школу» изменил цвет и подчеркнутым стал. Это значит, что эта ссылка, этот текст теперь является ссылочкой. Давайте посмотрим. Хорошо. Я рекомендую, особенно на первоначальном этапе, когда вы делаете тестовые работы, я всем рекомендую несколько раз отправлять себе и тестировать, работает это или не работает. Для чего это нужно? Ну, мне будет очень жаль вашего времени, если вы хорошо, красиво разукрасите всю свою видеовизитку, и в конечном итоге это все окажется неработающим. Поэтому какой-то этап сделали и отправляете себе этот промежуточный вариант, тестируете. Работает, не работает? Работает замечательно. Не работает, значит, вы знаете, в каком именно месте вы ошиблись, и ищете, возвращаетесь и ищете свою ошибку. Почему останавливаюсь я на этом моменте так подробно? К сожалению, сейчас есть в сети несколько ошибочных уроков, один точно есть, который показывает неправильную работу с формой подписки. Я знаю, что вы слезами там плачете, форма подписки не работает, заваливаете службу техподдержки вопросами, техподдержка отвечает, что ничего нельзя трогать в форме подписки, но она все равно не работает. К сожалению, спикер показал неправильные приемы работы с формой подписки. Он об этом извещен, но пока ничего не ответил. Поэтому, все, кто ходит на мои уроки, пожалуйста, смотрите мои уроки, как мы с формой подписки работаем. И промежуточные варианты, ребята, всегда отправляйте себе на тестирование. Итак, я вот отправляю себе на тестирование, как работает мой переход на школу. И я всегда нумерую свои работы в теме письма, а не тестовые, я всегда их нумерую. То есть я даю всегда, ну как бы, индекс выше. Вот у меня была визитка 16, теперь это будет визитка 17. Многолетняя привычка, и это удобно для того, чтобы потом не заблудиться в своих тестовых работах. Отправляем. Отправляем тестовый вариант себе. И как вы все знаете, все это сейчас ушло мне на почтовый адрес, да? И так же мы все это из отчетов можем добыть. Идем в отчеты, видеопочта, и посмотрите, это предыдущая версия, а последующая еще не пришла, последняя. Мы либо обновляем браузер, вот она визитка 17. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, тут с кнопочками еще надо поработать, их по центру поставить. Ну, сейчас мы пока потестируем вход на школу. Куда ведет наша ссылка? Отлично, ведет туда, именно туда, куда мы отправляли своих посетителей на вход в техническую школу Любови Комаровой. Отлично. Значит, этот момент работает, и мы больше к нему не возвращаемся. Давайте я это закрою, и пойдем опять в нашу визиточку. Идем опять в нашу визиточку. Работаем только пока с третьей опцией подпись, больше ничего не трогаем. Посмотрите, все у меня по центру стоит, да? У нас, как вы знаете, как в текстовых редакторах, в любом текстовом редакторе, есть выравнивание по левому краю всего текста. Это вот так выглядит, да? Есть у нас выравнивание по правому краю. Это выглядит так. Ну, и естественно, по центру. Теперь вход на школу у нас стоит абсолютно по центру. Кнопочки социальных сетей у нас стоят тоже по центру. Анимация и фотографии у нас еще сегодня с вами остались. Так, давайте я подтверждаю это, что у нас все замечательно. Хорошо. И посмотрите, любую анимацию, любую анимацию можно взять из любого места, вот с любого сайта. Вот это тоже сайт, да? Мой сайт-визитка, моя видео-визитка, это тоже вариант сайта. Поэтому точно так же, как с любого сайта, где находятся коллекции, целые коллекции анимации, точно взять можно оттуда картиночку, взять можно отсюда картиночку. Нет разницы, откуда мы берем. Либо из целого хранилища анимации, либо с сайта, где стоит всего лишь одна анимация. Вот эта стрелка, вот этот, да, пальчик с глазками, который показывает, что вход на школу здесь, мы его отсюда можем спокойненько забрать. Что мы для этого делаем? Мы для этого открываем этот элемент, этот объект в отдельной вкладке, в новой вкладке. Не в отдельной, в новой откроем. Значит, правой кнопкой мыши клик на этом элементе «Сохранить картинку в новой вкладке». Видите? Хочу заметить, что вот эти работы проводите, пожалуйста, в Google Chrome. Здесь вот это немножечко попроще происходит. В Mozilla мы тоже пробовали это делать, но там немножко другие команды, и там по-другому это выглядит. Поэтому, если вы привыкли работать в Mozilla, или поработайте с анимацией и с установкой фотографии своей, тоже в Google Chrome, а потом можете возвращаться в любимую Mozilla. Это уже вам как удобнее. Но вот эта инструкция именно для Google Chrome. Так, открыть картинку в новой вкладке. Клик на эту команду. Где открылась картинка? Вот она, видите, рядом. Рядом с активной вкладочкой. Вот стрелочка. Теперь так, вот она, сейчас подвину. Вот она. Теперь давайте сделаем так. Клик по этой картинке, опять с правой кнопкой мыши, контекстное меню, и здесь нам нужно с вами просмотр кода элемента. Кликаем на эту команду, и именно тот код, который нам нужен, вот он, выделен синим. Видите? Теперь клик правой кнопкой мыши по этому коду, выделенному. Здесь нас интересует команда копия ashtml. Копировать как html. Копируем. Визуально ничего не произошло, но этот код сейчас у нас в буфере памяти находится. Идем с вами на свою открыточку, на визиточку, редактирование подписи. И давайте для наглядности я поставлю это выше, чем моя фотография, эту анимацию. Теперь посмотрите, мы копировали, копия ashtml, да? Значит, это код html. Вот с этим кодом html мы и должны работать во вкладке html. Клик на синюю кнопку html. И выше фотографии, выше всего поставим эту анимацию. Поставили. Вышли из вкладочки html. Отлично. Вот она стоит. Только давайте мы ее сейчас выделим. И поставим по центру. Вот так. Замечательно. Все. То есть, можно взять любую картинку и поставить в любое место кодом, если это позволяет редактор. Наш редактор это позволяет. Теперь еще раз посмотрите. Любая картинка, любая фотография, любой кусочек текста, даже если он состоит из одной буквы, да? Все это можно назвать объектом. Это объект, который размещен в сети интернет. И у этого, если уж он в интернете размещен, у этого объекта всегда свои свойства. Вот мы эти свойства и добываем. Точно так же мы можем добыть свою фотографию и точно так же поставить кодом. То есть, нам не обязательно иметь эту фотографию, ну как бы в живом виде, ну в живом, не такой, не глянцевой картинкой, а файлом. Файлом там в формате TIFF, JPEG или GIF, да? Мы можем это кодом поставить. То есть, раз уже объект живет в сети интернет, значит, у него есть свойства. И у любого объекта мы эти свойства всегда можем взять. Теперь давайте посмотрим. Вот я фотографию, сейчас пока не буду удалять я ее, потому что она у меня, ну я ее делала кликабельной, потом, так, ну-ка давайте-ка посмотрим. Она должна была у меня быть кликабельной, эта фотография. Да, видите, я навожу мышь на фотографию и сразу видоизменяется курсор. Как только появилась рука, это азы, вы должны все это знать. Как только появился вид руки, значит, это ссылка, значит, эта картинка кликабельная. Можно кликнуть по этой картинке и куда-то нас система переместит. Куда? Туда, куда я задала путь вам, когда делала линк к этой картинке. Ну, давайте-ка посмотрим, куда я вас отправляю. Давайте посмотрим. Отправить. Так, идем в отчеты. Стрелочку закроем. Вот мы в отчетах. визитка 18, посмотреть. Вот она в новом виде, с двумя стрелками. Давайте-ка посмотрим. Клик на фотографию. Фотография ведет на блок, на мой блок. Вот, когда я в начале урока говорила, что вот эти вещи, о которых мы сегодня будем говорить, что это скорее не автоматизация, и не скорее, это вообще не автоматизация, это брендирование себя в интернете, я как раз имела в виду именно вот это. Допустим, когда мы в чате даем ссылку, что уважаемые партнеры, сегодня в такое-то время, в таком-то месте состоится школа, да, это можно не давать вот так, текстом и ссылкой, это можно давать видеовизитку, в которой написано, вот в которой как раз и расписаны вот эти вещи, стоит моя фотография, дано расписание, дана ссылка, кнопки социальных сетей, еще какое-то видео, может быть, лично записанное, может быть, просто какое-то музыкальное приветствие, это бренд, вот это уже бренд, то есть вот используйте вот это, а народ же любит очень покликать по всем ссылочкам, куда, вот, пожалуйста, сюда, на мой сайт, на мой блог, да, а здесь уже вся информация, которая нужна вам, каждому из вас, ну, у кого-то свои есть блоги, у кого-то еще нет пока, вот, пожалуйста, мы уже с вами здесь, мы уже можем покликать здесь по всем девушкам и по всем школам, это бренд, ну, это как бы уже немножко второй этап, у кого есть много времени, это можно делать параллельно и автоматизацию и брендирование, но если времени мало, то сначала, ребята, мы выбираем автоматизацию, потому что наша главная задача в этой компании рекрутинг, рекрутинг, хотя, 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 народ нарекрутировал партнеров и бросил, а брошенные партнеры ходят неприкаянные по чатам и не знают где им, как им, и чему им научиться, две палки о двух концах. Много времени уделяем рекрутингу, не успеваем обучать новичков, а если мы слишком много обучаем новичков, мы не успеваем рекрутировать, поэтому такая золотая середина, пожалуйста, находите ее и работайте с инструментами. Так, возвращаемся к нашей анимации, мы еще с вами не все сделали, ту самую фотографию мы с вами еще и не поставили, свою фотографию, которая живет у вас в аккаунте социальных сетей, в принципе, можно брать из любого аккаунта, кроме одноклассников. Почему кроме одноклассников? Там большой водяной знак, стоит правый нижний угол, и он так явно читается, поэтому нам лучше оттуда не брать. А вот, например, у меня в Твиттере очень замечательная фотография, и у каждого из вас в Твиттере должен быть Твиттер, должна быть фотография, да, здесь все то же самое, все то же самое, правой кнопкой мыши клик на объект, то есть в данном случае на мою фотографию, открыть ссылку в новой вкладке, вот она открылась рядом, и вот так она у нас одна единственная в новой вкладке отображается, клик правой кнопкой мыши по объекту, просмотр кода элемента, вот наш код здесь, вот он, теперь опять клик правой кнопкой мыши на этой выделенной строке, копия html, ничего не происходит визуально, но фотография, html код, описывающий местоположение этой фотографии в интернете, у нас теперь уже как раз таки с вами в эфире памяти, пошли редактировать подпись, это удаляем, и вставляем, не забудем перейти в html вкладочку, так, авторская школа Любови Комаровой, значит, выше было это, видите, авторская школа Любови Комаровой, почему я в начале урока говорила, что, ну, не пугайтесь, новичкам, кто никогда ни разу не видел html кода, я понимаю, это, как говорила одна наша партнер, я думаю, что она уже научилась работать с этим, она говорила, так, начинается китайская грамота, ребят, нет, не китайская грамота, и я не буду вас заставлять выучить html язык, да, к тому же запомните, что html это не язык программирования, это язык гиперразметки текста, всего лишь навсего, то есть это не программирование, поэтому мы не будем с вами говорить, что, что именно это, что именно происходит в этот момент, но кое-что глазками вам узнавать будет нужно, как раз таки вам нужно узнавать, а где же вот наш текст, выше которого или ниже которого мы должны поставить свои элементы, видите, когда я вам говорила, что с кнопками социальных сетей здесь в текстовом редакторе работать достаточно сложно, вот он, пошел весь сплошняком, без разбивки на блоки по кнопочкам, так, мы ставим фотографию выше слов авторской школы Любови Комаровой, вот и давайте поставим, вставить, выходим из вкладочки html, стоит на месте, а нам так неинтересно, нам нужно три фотографии поставить, я сделала еще два движения, ctrl-v, ctrl-v вставить, и давайте посмотрим, что получилось, ну то, что я и хотела, три фотографии рядом, то есть один код вы можете поставить столько раз, сколько вам нужно, хоть 25, но целая выставка ваших фотографий, так, нам это не надо, а вот удалять можно здесь, в визуальном редакторе, ну, видите, курсор как бы мигает рядом с фотографией, значит, можно удалять, еще раз повторю, для тех, кто не слышал, и запомните, пожалуйста, как можно больше свободного времени проводите в изучении инструментов, и в создании видео имейлов, это основа вашей быстрой и корректной работы с нашими инструментами, я могу вам передать, ребята, только свои знания, навыки и умения я передать не могу вам, поэтому, когда вы мне задаете вопросы, а у меня вот это, а у меня вот это, это уже относится к навыкам, и когда вы говорите, ой, что-то там, да, ну, а чего-то там очень много происходит, поэтому, ну, как бы, я не могу же за вас это сделать, я могу разобраться, я могу зайти в бэк-офис, я могу вам что-то поменять, но это ваши навыки, поэтому, взяли урок, просмотрели какой-то фрагмент урока, повторили все это, еще раз дальше пошли, еще раз сделали, да, и нужно свои навыки доводить до такого момента, когда вы сели, открыли, и сделали это все без урока, и не вспоминая, а просто как бы на автомате, вот тогда это будет уверенное пользование нашими инструментами, и тогда у вас будут рождаться творческие идеи, как одна девушка вчера сказала, ура, получилось, у меня теперь идей на всю ночь пошла воплощать, я очень рада за нее, что у нее идей очень много, но это не очень хорошо, что ночью воплощать, ребята, посмотрите, когда вы знаете, как технически это выполнить, вот тогда правда посещают идеи, творческие идеи, идете по улице, едете по улице, что-то там увидели, вау, точно, я вот это хочу, приходите, открываете бэк-офис и воплощаете, потому что вы знаете, как это нужно воплотить, а когда так, ой, как красиво, а как же это делается, ой, да мне ж никогда не сделать, я этого не умею, какое творчество, сразу, ключевое, да, мне ж никогда этого не сделать, я не умею, поэтому учитесь, ребята, оттачивайте свои навыки, навыки работы с нашими инструментами, а вот теперь, когда мы фотографию поменяли, у нас уже не кликабельная ссылка, мы под нее ссылочку не ставили, давайте еще раз покажу, как поставить ссылочку под элемент, под объект, здесь мы ставили под слова, а я покажу еще, как это поставить под фотографию, хотя это абсолютно одинаково, возвращаемся в редактирование подписи, выделяем фотографию, да, точно так же мы выделили бы какой-то кусочек текста, фрагмент текста, посмотрите, выделили фотографию, клик на команду insert link, клик на команду и здесь я от руки впишу сейчас и сюда вставляем адрес того ресурса, на который мы перенаправляем нашего посетителя, окей, все сайты, все блоги, все порталы, новостные и любые можно назвать одним словом ресурс, если все картинки можно назвать одним словом объект, то все вот эти сайты можно назвать одним словом ресурс, поэтому вы на уроках у меня будете слышать объект, фрагмент и ресурс, это как раз все относится, ну, это такое обобщенное название всех вот этих элементов, из которых и состоит весь наш интернет. Так, поставили ссылочку, да, мы под фотографию, давайте мы сделаем окей, хорошо, и это будет наш последний тест, и как всегда повышаем индекс нашей работы, отправить. Идем в отчеты, видеопочту, обновляем браузер, посмотреть. Отлично. Все. Пусть эти глазки с пальчиком стоят, фотография кликабельная, которая ведет на мой блог, да, еще раз показываю, возвращаемся назад, здесь расписание, здесь еще раз призыв, вход на школу, дальше проверяем вход на школу, окей, все правильно, техническая школа, и все, и кнопки социальных сетей у нас уже работают, ну, для брендирования. Таким образом мы поработали с нашим видеоэмейлом, сделали это как инструмент для своего продвижения в интернете, можно сюда, конечно, поставить еще какую-то другую кнопку с помощью формы подписки, изготовленную, но я пока не буду вам этого давать, потому что, ну, пусть, вот это тоже очень хорошо, если вы освоите, то это тоже очень хорошо, и посмотрите, если кто-то уже более опытный, да, теперь посмотрите, вот, глядя на эту визитку, что бы вы здесь поменяли, что бы вы здесь поменяли, я знаю, что мне сейчас могут ответить, вход на школу, сделать не словами, а поставить кнопку, и под кнопку зашить ссылку на вход на школу, а кнопку графическую, как фотографию, нажми, войди на школу, открой эту дверь, все, что угодно, но это для тех, у кого либо есть какой-то комплект продающей графики, либо кто-то умеет работать в графических редакторах и изготавливать эти кнопки, вот тогда сюда, значит, ставится кнопка, и под кнопку зашивается ссылка, и тогда это выглядит вообще супер великолепно. Что еще я хотела бы сказать на сегодняшнем уроке? Да, про кнопку, которая в ход на школу. Если вы ее изготовите сами, то вы, конечно, должны ее куда-то на сервер закачать. Почему я и не показываю, собственно говоря, это? Потому что люди могут кнопку сделать, потом не знают, что с ней делать. Для того, чтобы ее было с ссылкой поставить, ее нужно куда-то на сервер закачать. Когда у нас свои блоги есть, тогда замечательно, мы на свой хостинг можем картинки загружать. На блоге она нигде не отражается, но она у нас на хостинге хранится. Поэтому у кого еще своих блогов нет, я и не показываю, как это делать с помощью кнопочки. Если вы заметили на моем блоге, то вот здесь есть анонс, ребята, пройдите, почитайте начало занятий 23 апреля, здесь в контактной форме можно задать мне вопросы по этому поводу. на сегодня у нас с вами все. Я думаю, что все у вас должно получиться. Фотографию можно свою взять из любого аккаунта социальных сетей, кроме одноклассников. Значит, кнопки социальных сетей вы сегодня могли скачать из чата, когда вы пришли на занятие. Если нет, пожалуйста, постучите с мой скайп, я дам ссылку на скачивание с Яндекс.Диска. Там же была сегодня ссылка на такую текстовую инструкцию по установке анимации, а анимацию любую на любом сайте, к которой вам приходит подписка, можно взять оттуда. Значит, теперь посмотрите, в четверг у нас будет первое занятие из следующего цикла, приглашайте своих новичков, своих партнеров, кто совсем недавно пришел в компанию и их нужно обучать автоматизации бизнеса. Мы будем, как всегда, говорить о создании сайта Воронки, о зарядке автореспондера, поэтому жду всех вас как наставников и жду ваших новых партнеров на занятиях, как всегда, 15-30 по Москве по известному вам адресу. Спасибо, мои дорогие, за внимание. До встречи. С вами была Любовь Комарова, Таллин, Эстония. Продолжение следует... Продолжение следует...